Налоги, собираемые в Ярославле, должны работать на благо города. Такой девиз для своей предвыборной кампании избрал глава Ярославского муниципалитета Павел Зарубин. В понедельник он подал документы на участие в предварительном народном голосовании партии «Единая Россия». Ключевой тезис его программы – пересмотр межбюджетных отношений в пользу родного города. Решение Зарубина участвовать в выборах по 194 округу и общепартийному списку поддержали коллеги по муниципалитету и областные депутаты. Павел Маркевич, здравствуйте. Чем обусловлено такое решение? На мой взгляд, городу Ярославлю сейчас очень важен сильный представитель Федеральной Думы. Дело в том, что много проблем, мы их постоянно обсуждаем в городе Ярославле, и дороги, и жилье, и детские сады, школы и так далее, и они не находят свое решение. Почему? На мой взгляд, одна из причин, ключевая причина – это отсутствие денег в городском бюджете. Вдумайтесь в цифры. Мы собрали за 2015 год 86 миллиардов рублей. Из них в бюджете города Ярославля осталось всего 5. 6% собранных налогов в городе Ярославле остается в городе Ярославле, а 94% уходят на областной и федеральный уровень. 81 миллиард рублей ушел в Москву, ушел на областной уровень. Решить вопросы, коренные, важные вопросы жизнедеятельности города, не поменяв межбюджетные отношения и не вернув деньги в город Ярославль, невозможно, на мой взгляд. Это та задача, с которой должен заниматься депутат федерального уровня. Нужно пересмотреть межбюджетные отношения, и это одна из ключевых тем, которые я собираюсь поднять. Ну и второй момент, конечно, очень важно иметь представителя, которого бы было слышно в Москве. У меня с голосом все нормально. И в этом плане я надеюсь, что голос Ярославля в Москве будет услышан. Решение самостоятельное или все же пришлось посоветоваться с кем-то? Ну, безусловно, это важное решение, поэтому я посоветовался прежде всего с коллегами по депутатскому корпусу, с областными депутатами, с губернатором Ярославской области, с коллегами по партии. Ну, а самое главное, я посоветовался со своей семьей, потому что вы знаете, что выборы — это вся жесткая, достаточно конкурентная среда. Будет, я думаю, большое количество компромата. И в этом плане для меня очень важно, чтобы это решение было поддержано и моими коллегами, и моими близкими. Поэтому я думаю, что я уверенно вступаю в избирательную кампанию. Я уверен в том, что идея вернуть деньги в город Ярославль является ключевой и будет поддержана всеми жителями города Ярославля. Какой формат работы в предстоящей кампании вы выбрали? Для меня самое главное — это встречи с людьми, поэтому я уже начал новый формат работы муниципалитета. Это большие массовые отчетные встречи. Ну, а теперь самое важное — дойти до каждого жителя города Ярославля, глаза в глаза, пообщаться, рассказать ему о своей программе. А у меня в программе принятие ряда новых федеральных законов, изменение действующего законодательства, некоторых его параметров. Проблем действительно очень много. Поэтому моя задача — дойти до каждого ярославца. Всего я запланировал 500 встреч с жителями города Ярославля. Это будут и встречи во дворах, встречи на предприятиях, встречи в организациях, какие-то другие форматы. Но для меня очень важно почувствовать поддержку жителей города. Потому что не только себе лично, сколько тем идеям, которыми я хочу с ними поделиться. Потому что вернуть деньги в город Ярославль — это ключевая задача любого депутата, кого бы ни избрали. Потому что при том финансовое состояние, которое есть в городе и области, рассчитывать на развитие, на строительство новых объектов, на серьезное изменение текущей ситуации не представляется возможным. Ситуацию нужно менять кардинально. Кардинально ее можно изменить только из Москвы, с федерального уровня. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Об участии в предстоящих праймерах мы поговорили с Павлом Зарубиным.